Цыгломенская библиотека номер 16 представляет Бук-трейлер по книге Редъерда Киплинга «Маугли» Увлекательная, полная драматизма, повесть-сказка о приключениях индийского мальчика, выросшего в джунглях волчьей стаи Английский писатель Редъерд Киплинг писал книги для взрослых и для детей. Для самых маленьких он сочинял сказки, для детей постарше – рассказы. Самые интересные из них – это рассказы о животных, из которых составились два сборника в знаменитой книге «Джунглей». Киплинг был англичанин, но родился и провел раннее детство в Бомбее, одном из самых больших городов Индии. Он очень любил величавую природу Индии, хорошо знал быт и нравы ее жителей, изучал их язык, поверья, легенды. В книге «Джунглей», использовав образы народных сказаний, Киплинг рассказал необыкновенную историю индийского мальчика, вскормленного волчицей. Лучшие из рассказов об этом мальчике вошли в небольшую книжку, которая в нашем издании получила название «Маугли» по имени ее маленького героя. Маугли был крошечным человечьим детенышем, когда он однажды, теплым летним вечером, бесстрашно вошел в логово волков. «Кто-то взбирается на гору», сказала мать-волчица, шевельнув одним ухом. «Приготовься». Кусты в чаще слегка зашуршали, и отец-волк присел на задние лапы, готовясь к прыжку. «Человек!» — огрызнулся он. «Человечий детеныш! Смотри!» Прямо перед ним, держась за низкорастущую ветку, стоял голенький смуглый ребенок, едва научившийся ходить. Мягкий, весь в ямочках, крохотный живой комочек. Такой крохотный ребенок еще ни разу не заглядывал в волчье логово ночной порой. Он посмотрел в глаза отцу-волку и засмеялся. «Какой маленький! Совсем голый, а какой смелый!» — ласково сказала мать-волчица. Ребенок проталкивался среди волчат поближе к теплому боку. «Ой, он сосет вместе с другими! Так вот он какой человечий детеныш!» «Но когда же волчица могла похвастаться, что среди ее волчат есть человечий детеныш?» «Оставить его?» «Да, я его оставлю! Лежи смирно, лягушонок!» «О, Маугли! Ибо лягушонком Маугли я назову тебя!» «Идет время, когда ты станешь охотиться за Шерханом, как он охотился за тобой!» Отец-волк и мать-волчица нежно полюбили его. Они приняли его в свое семейство, и он рос вместе с волчатами, как с родными братьями. С мышленого, озорного мальчугана окружали дремучие леса, перевитые лианами, бамбуковые заросли, лесные болота, весь огромный мир джунглей, населенный дикими зверями. Отец-волк, медведь-балу, пантера-багира, слон-хатхи – каждый по-своему заботился о Маугли. Мудрые звери научили своего любимца сложным законам джунглей, научили понимать язык зверей, птиц и змей. Закон джунглей гласит «Мы с вами одной крови!» Вы и я Кроме друзей, у Маугли есть и враги, харизматичный тигр-ширхан, его прихвостень-шакал, дикие собаки и другие создания. Преодолевая множество опасностей и приключений, маленький беспомощный мальчик вырастает в сильного, великодушного, отчаянно-храброго юношу. Благодаря своему уму и находчивости он совершает не один подвиг. Звери добровольно склонились перед Маугли и признали его владыкой джунглей. И хотя все это лишь увлекательный вымысел, в нем есть большая правда. Только человек, наделенный разумом и твердой волей, овладевший на заре своего существования красным цветком, огнем, смог подняться над царством животных и стать покорителем природы. Читая увлекательную, полную драматизма историю Маугли, мы не только любим его, но и гордимся им смелым, добрым и справедливым.